Анекдот это такой фольклорный жанр, скажем так, в котором иногда переплетаются различные исторические события, казалось бы, неподходящие друг другу, или встречаются разные исторические деятели, или знаменитости, допустим, Петр Первый и Чапаев, или Ельцин и Поручик Ржевский. Ну и условиями, продиктованными жизнью, создаются анекдоты, получаются анекдоты из различных историй, из различных курьезных событий. И вот вам, пожалуйста, еще один анекдот, но это политический анекдот, который заставляет некоторых людей задуматься над тем, что происходит сегодня в мире. Значит, Организация Объединенных Наций идет заседание Совета Безопасности. Разбирается вопрос, правомочно ли государство Израиль находиться на той земле, на которой оно находится, или все-таки это земля палестинцев. Ясер Арафат сидит и кричит, нет, это земля Палестины, она всегда была землей Палестины, мы еще бедуинами там жили на этой земле, это наша земля. Маше Даян говорит, простите, но это же ведь земля Израиля. А чем вы можете доказать, спрашивает председатель комиссии. Он говорит, да можно я расскажу вам одну маленькую историю. Ну, будем мы еще слушать всякие истории, говорит Ясер Арафат, председатель комиссии. Ну почему, а может быть она прольет свет на наш вопрос и поможет решить нам эту проблему. Вы это рассказываете. Ну, Маше Даян говорит, 6000 лет назад, когда израиль, израильский народ вместе с Моисеем ходили по пустыне, искали свою землю обетованную, наконец-то они пришли к одному озеру, на берегу которого они решили основать свое государство Израиль. И вознаменование вот этого великого события, Моисей, уставший, решил просто искупаться в этом озере, дабы означать окончание своего 40-летнего похода по пустыне и, наконец-то, обретение обетованной земли. Он снял с себя одежды, зашел в это озеро, искупался, а когда вышел из этого озера, на берегу его одежды не оказалось. И Моисей подумал, наверное, это палестинцы украли одежду. Ясер Арафат вскакивает, кричит, я протестую, 6000 лет назад на земле Израиля не было никаких палестинцев, это все вранье. Маше Даян говорит, вот-вот-вот с этого я и хотел начать свою речь. Субтитры создавал DimaTorzok